Вы хотели бы с Божьей помощью начать серию уроков о теме второго храма, поскольку мы сейчас приближаемся к празднику Хануки. Я думал, что было бы неплохо иметь какое-то представление, знать, в какое время это произошло, потому что, в отличие от всех четырех изгнаний, которые были и есть у еврейского народа, греческие изгнания, когда произошло чудо Хануки, это отличается от всех изгнаний, поскольку греческие изгнания, это было в стране Израиля, в том момент, когда у нас был храм, у нас было все, практически так, как мы сейчас знаем, какие вещи было, какие вещи не было там. Но мы были в нашей стране, мы нигде не были в изгнании, ни в Вавилоне, ни в Персии, ни в Римляне, как мы сегодняшний день находимся. Мы были в нашей стране Израиля, и там произошло это изгнание. Значит, человек может жить у себя в стране, и там быть в изгнании. Что это значит быть в изгнании? Это изгнание, это значит, то, что нам не дается возможность делать наше истинное желание, делать желание Торы, делать соблюдение нашей заповеди, ограничений мы со всех сторон, и над нами властвуют чужие силы. Это изгнание, в принципе, то, что мы сегодняшний день тоже проживаем. Не только находясь, значит, в стране Израиля, мы находимся в изгнании, тоже человек может находиться в изгнании, как в сегодняшний день. У нас есть открытые двери в Израиле, можем делать алью, человек может жить там, но даже люди, которые живут в Израиле, до сих пор изгнание продолжается, так как у нас проводить у них намного легче, может быть, лучше там, потому что там есть больше евреев, соблюдение может быть лучше и так далее. Бевода это, что в Эрес-Исраиле, митсва жить там и все остальные вещи, которые связаны с землей Израиля, бевода это, без сомнения. Но Галут этим не убирается, Галут мы сегодняшнего дня, мы в Галуте до того момента, когда не построится Третий Бетамикдаш, так как уже в наше время, чтобы было это все. Но Ханука чудо было во время второго храма, дорогие друзья. Во время второго храма, когда мы были в Израиле, как мы уже сказали, теперь с вашей помощью мы хотели бы, как я уже сказал, пару слов, пару уроков, может быть, затронуть о этом великом, большом теме, то, что связано с старым храмом. На самом деле, есть много чего, много историй, которые наши митрицы рассказывают. И у нас есть много знаний, на самом деле, все то, что там как бы происходило, во время храма, в храме, в Израиле, в Эрес-Исраиле, королевстве, которые властвовали разные времена в Израиле, и так далее, и так далее. Тоже так же, как у нас есть, конечно же, знания о первом храме, у нас есть нах, как бы, рассказывается в этом пророче, пророки, как бы, которые рассказывают о всех вещах, которые произошло, строительство храма, жизнь на храме, до храма, как было. У нас есть истории, все вещи, которые были в принципе там. Но мы хотели бы с Божьей помощью делать несколько уроков про второго храма, когда был построен, и как был построен, что там было, в чем была разница, и в каком реальности, на самом деле, находился еврейский народ тогда, когда-когда произошло это изгнание, греческий, и это чудо, то, что связано с Ханукой. Может быть, с этим у нас будет больше понятия, больше знания, и более ощущать этот великий праздник, который настанет уже через несколько недель, дай Бог. Как мы знаем, у нас были, была история еврейского народа два бейтамикдаша, два храма. Все вместе уже было сказано это нашим братцам, то, что на самом деле будет два бейтамикдаша, которые будут разрушены. Будут разрушены. Это то встреча, когда Якова Вину встречается с Рахелем, и она плачет, он плачет об этом. Видит то, что бейтамикдаш разрушается, и все четыре изгнания Якова Вину уже видел поражать в Айдзе, про этих ангелов, как ангелы поднимались и спускались. Якова Вину было сказано про эти четыре изгнания. В еврейском народе мы знали этого. Мы знали, что есть четыре изгнания. Но третий, это то, что будет вечно уже в этом Игдаш, и это уничтожение зла, приход мошеха, и уже начало, дай Бог, уже новой, другой абсолютно реальности. Первый храм, как мы знаем, был построен от сына Давида Мелеха, Шлома Мелех, король Соломон построил второй храм и разрушил первый храм павелонский король Новохадринцар, и еврейский народ был в изгнании в Вавилоне. Они были изгнаны, так как написано уже на же пороках, то, что они ходили железными нарушниками, на нарушниках отвез Новохадринцар в Вавилоне, и они были там в большом и долгом изгнания. Но было порочество у еврейского народа, то, что через 70 лет, спустя 70 лет после изгнаний, еврейский народ он вернется обратно в Израиль. Это невероятная вещь, невероятная вещь. Как может человек прийти и сказать тебе, что произойдет завтра, через неделю, через 70 лет, после такого, если мы прочитаем истории, которые там произвели, насколько кровь лился там, как река, после этого, после такой ужасной ситуации всего еврейского народа сказать, что через 70 лет еврейский народ вернется, это невероятно. Но еврейский народ знал и были уверены, и все это знали, и все короли знали это, то, что есть обещание Творца, через 70 лет они вернутся. Теперь, мы думаем, кто это может это остановить, желание Творца? Конечно же, нет. В том момент, когда настало нужное время, прошло именно 70 лет, и в действительности было разрешение от короля Кореш, от персийского короля, чтобы еврейский народ поднялись из Вавилона и построили они Второй Храм. Так и было. Так и было. И по разным расчетам, так как разные короли они считали эти 70 лет, после того, как это заканчивали, заканчивалось это 70 лет, они делали всегда большой пир. Один из этих пиров это была та история, которую мы знаем в истории, которая зашла в тонах и то, что мы празднуем каждый год. Это праздник Пфури. И этот пир, который делал Ахашвирош, Ахашвирош делал именно на почве этого, то, что он просчитал 70 лет, не с того времени, когда нужно было просчитать. Он сказал, ох, 70 лет прошло еврейский народ до сих пор здесь, значит, они мои вечные рабы. И на этом он витышил все эти драгоценные одежды и сосуды из храма, извините, из храма, и он использовал на этот пир. И это вся история споря, что произошло, было тоже на почве этого. И вот, дорогие друзья, еврейский народ поднимается из Бавилона, вокруг всего стоял, как мы знаем, Эзра Софер, великий вождь еврейского народа, Эзра. И люди Олей Бавель, они построили второй храм. Второй храм построили. Второй храм, дорогие друзья, были построены на том же самом месте, где был первый храм. Это то же самое место, где Аврамовину привез своего сына Ицхакан-Алтар. Это то же самое место, где до Аврамовину приносили все великие праведники на этом же месте Корбанот, жертвоприношения. Это то место, где сын Шема был, сын Иноха, извините, был королем в Иерусалиме, и там, где он приносил в Иерусалиме, приносились именно жертвоприношения. Это то место, где Ицхак был на алтаре, и потом его сын Яков тоже проходит через это место, как мы уже видели в нашем недельном главе, Пожа Двойце, и видит это пророческое видение, как ангел поднимается и спускается. Это то место, это то место, где был построен первый храм, и где был второй храм, и, дай Бог, будет, Боже с Божьей помощью, тоже третий храм. Это то место, дорогие друзья, от чего было сотворение всего планеты. Это то место, где написано, то, что там есть один камень, откуда он начался абсолютно, это было первое абсолютно творение Творца, после чего вышел абсолютно вся планета, в него абсолютно заключается, все, все, все абсолютно из него на самом деле вышло. И это есть то место, где Шара Шамайм, как Яков Вовин уже сказал, двери именно на духовных именно миров, там именно заходят все наши молитвы, где мы не находились бы, человек будет в Аляске, человек будет в Германии, он будет в Израиле, где бы не был бы, мы всегда молимся на направление Иерусалима, а в Иерусалиме молимся на направление Бетамикдаша, чтобы через эти ворота поднимались нашими на молитвы. Это центр мира, это центр всего. И до сегодняшнего дня посмотрим, настолько со всех сторон хотят именно это место, это самое место, где все глаза всего человечества смотрят на это. Тель Тарпьо написано, все глаза идут на самом деле на Иерусалим, все глаза идут на Бетамикдаш. И после построения, после строительства храма второго, был невероятно большая радость еврейского народа, еврейский народ, Эзра Софер позвал всего еврейского народа со всех сторон, где бы они были. И он позвал, и были кроме двух групп евреев, где они, которые не поднялись в Израиль, и Эзра Софер их проклял тем, что одинная группа евреев, они будут большим бедностей жить, и другие они будут проливаться в них, у них будет проливаться именно кровь. И в течение истории это действительно и мы видим это то, что сбилось именно все эти слова, к сожалению. И евреи, когда поднимались из Вавилона и всех сторон, где они были, когда они поднимались, говорится то, что были люди, которые плакали, и были люди, которые смялись и радовались, увидев бет-амикдаш, увидев храм Творца. Почему люди плакали, почему люди смялись? говорится о том, что те люди, которые видели первый храм, они уже были стариками, но в детстве они видели, как выглядел на самом деле первый храм. Увидев первый храм, и сейчас, когда они сравнивали второй храм, они понимали, какая разница есть между первым и вторым храмом. Так как мы с Божьей помощью в Блендере сегодня постараемся это понять, что была разница между первым и вторым храмом. они плакали, они смотрели, как второй, первый храм это был настолько именно великий, они плакали от горя, можно сказать. Люди, которые вообще никогда не видели новое поколение, они плакали от радости и смеялись, у них была радость от того, что видеть это великие место, это великие место, которое было именно храм. Храм, дорогие друзья, был построен 350 лет до Григорианского календаря, 350 лет, и он стоял 420 лет, значит, 70 лет уже от Григорианского календаря был разрушен второй храм от римлян во главе всего, который стоял Титус. И вот второй храм, дорогие друзья, в отличие от первого храма, не был построен от рук евреев, можно сказать так, во главе всего стоял кто? Персидский именно король. Персидцы именно, можно сказать, они именно кто им дали разрешение и так далее. Первый храм был построен от цара Соломона, Шармамелех, и наши кудрецы в многих местах они описывают настолько была разница между первым и вторым храмом. Выводай, то, что уровень, который был того, как бы, жизни и духовный уровень, как бы, людей первого, первого, второго храма, это был тоже, конечно же, разумеется, была большая разница во всем этом. Но были еще на многом духовные глубокие именно разницы, которые наши мудрецы, они описывают нас. Потому что мы видим, как мы знаем уже, то, что во время второго храма мы не видим пророков. У нас нету книги, которые зашли в тонах, да, которые были написаны во время второго храма. У нас вначале у нас есть Эзра, Хагай и так далее. Вначале первого храма у нас были еще пророки, которые были с первого храма, да, которые еще чуть-чуть как бы было, но большинство времени у нас это все не было. И то, что мы не видим, это было время первого храма. Время первого храма, дорогие друзья, пророков было, как говорится в наших мудрецах, то, что весь еврейский народ получил миллион, двести тысяч пророков. Можете представить, в нем двести тысяч пророков. Но так многим пророков было. Время второго храма этого уже мы не видим. не видим. Там было бад, голос, который выходил из небес, были разные уровни коммуникации как бы с творцом, который творец хотел коммуницироваться. Но тот уровень, тот духовный вещь, то, что один из фундаментальных вещей еврейского народа, то, что верить, что творец этого мира, он общается с человеком. Человек может настолько осветиться, то, что творец да, захочет ему передать какую-то информацию. Это один из фундаментальных вер нашего вообще юдаизма. И это мы видели, пророки, то, что они писали, и сегодня еще вне поручился, который сбивается, мы знаем этих вещей. Но во время второго храма мы видим явно, что этого не было. И мы постараемся это понять, когда это остановилось, что там произошло, и так далее. Но просто в общем как бы что понять, что там было. Теперь один из моментов, который рассказывает наши мудрецы, то, что написано так в Масехед Йома Тафьюда Мудалев. То, что говорится, что у Нуаха были трое детей Шемхом и Ефет. И Ефету от слова Еф-Ефет это от слова красота. И там было сказано то, что Яф-Ефет то, что красота дается на самом деле у Ефета. Говорится то, что несмотря на то, что красота принадлежит у Ефета присутствие Творца Шхина Творца он присутствует только в шатрах у Якова. Что это значит? Объясняет Тутам Раши то, что персидцы они удостоились построить храм Второй храм Второй храм Несмотря на то, что они удостоились построить второй храм не Шхина 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 Присутствие Творца там не было на таком же обранице как было время первой храма Было именно вот это. Шхина, то понятие, чтобы оно не значило, мы совсем понимаем, досконально, что это значит, да? Что такое шхина, что есть там. Присутствия в втором храме уже не было так, как во время первого храма. И как мы видим, люди плакали. Это уже говорит не то. Это уже говорит не то. Давайте сначала посмотрим тех великих чудес, которые в принципе происходили в храме. Храм. У нас есть храм. Что это за место? Мы уже перед Тишабя вам дали урок о величии на самом деле храма. То, что у нас не хватает. Этих великих вещей. Хотим сегодня с Божьей помощью, может быть, еще чуть-чуть с другой стороны об этом теме нас затронуть. И увидеть, насколько великих вещей проживал еврейский народ. Тогда, когда у нас был храм. И очень важно понять этих вещей. Очень важно фундаментарно знать этих вещей. Потому что после этих вещей мы, да, в состоянии, будем с Божьей помощью понять. Может быть, в дальнейших уроках, может, сегодня мы уже не затронем это. Следующий урок, через второй урок. Понять реальность, когда многие вещи, которые не хватало уже еврейского народа, когда ушло именно пророчество, и как духовный уровень еврейского народа упал. И до того момента, когда пришли уже греки, и уже была очень катастрофическая ситуация всей еврейского народа. И вся эта история Александра Македонского, вся эта история Шимона Цадык, все абсолютно берет корень на самом деле здесь. Корень берет на самом деле все здесь. понять вообще, что там было, что там происходило. И, конечно же, ждать и молиться Ашема, то, что он построил уже третий витамикдаш, потому что знав, каких вещей на самом деле мы будем иметь, и намного больше. Мы уже неоднократно упомянули, дорогие друзья, о 10 чудес, которые происходило в храме. 6 чудес. Один из вещей мы упоминаем сейчас, и опять повторим, как бы, вкратце. Особенно с ним на судьбе в битамикдаш, 10 чудес происходило в битамикдаше. Первая вещь, что там написано, то, что женщина беременная, она никогда у нее не было викадыша в храме. От запаха, от кодыша, который был в храме, там постоянно были жертвопереношения, которые приносились там. Но несмотря на это, женщина у никогда не было викадыша в битамикдаш. Второй, никогда не было такого, что мясо, оно тухало, оно портилось. В битамикдаш, никогда. Никогда не было видно мухи в месте, где резали именно животных. Представляете, столько животных, постоянно люди приносили лишнее жертвопереношение, постоянно приносилось там ежедневнее жертвопереношение всего народа. Постоянно столько животных рыжатся там, и нету ни одного мухи. Представляем себе? Никогда не было такого, что Коингадур видел семяизвержение ночью Кипура. И никогда не было псолет, какой-то плохой вещь, и в омер. Никогда не было такого, что штей лехен в две, два хлеба, которые, два хлеба, которые приносились, это что-то другое, чем лехем апаним, два хлеба, которые, это, праздниками это приносилось, никогда не было псолет, испорченности, или плохой вещь в этом. Лехем апаним, никогда не было псолет, никакого плохого вещь не было в хлебе, который приносилось с пятницы в пятницу. Да. Никогда не было испорченности. Было в кодэш до того как сами на это здание, которые мы знаем, в кодэш, и внутри этого было кодэш, когда в кодэш заходил. Именно в кодэш стоял у нас 3 вещи. Это был менура, мизбех, и мизбех был в середине. И с одной стороны был менура, с другой стороны был алейхам апарим. Тех хлеба приносили с пятницы в пятницу. И оно было свежим. Оно было свежим и оно никогда не было испорчено. Можете себе представить это все. И стоят евреи очень-очень узко и так далее, цуфим и штаховыми, когда есть время, что они должны поклоняться, они поклоняются открыто и у всех есть как бы достаточно места. Никогда не было то, что змей или скорпион вредил и проходил в Иерусалиме. И никогда не говорил человек в Иерусалиме то, что мне очень тесно говорят в этом месте, чтобы я спал в Иерусалиме. Десять чудес, которые наши мудрецы описывают в Масахет Пергавод, прости, тоже в Масахет Йомаде, в Кафале, в Помудалеве. И это один из только часть чудес, дорогие друзья, который еврейский народ проживал, когда у нас был храм. Но из дополнительных вещей, которые многие на самом деле, может быть, мы не слышали, мы не знаем. И когда мы видим этих великих вещей, которые там происходило, можем себе представить, какое возвышение душевное было у человека, когда человек поднимался три раза в году на три великих праздника, Шавуот, Песах и Суккот, когда у нас есть митсва, чтобы поднимались мы там, Шарошвы Галим, приносили там жертвоприношения. Какой хизук, какое духовное поднятие было у человека. Человек, даже какой не был бы он вероотрицающим, проходил уже там, ты там видел явные чудеса, ты видел явные возвышения твои душевные. Видел, как евреи именно служат Творца, как происходит изучение Торы постоянно. Чем занимались левиты? Мы знаем то, что есть у левитов, у Куани и левитов, у них было 24 раза мишмарот. Разные группы, которые должны были служить разными временами в храме. Таким образом, каждый коин, в принципе, мог дважды служить в храме. Все остальное время в течение года, все остальное время они сидели и преподавали людям, и давали им аллахот, изучали им на Тору. И еврейский народ поднимался в храме, у них был, мама же, именно духовный поднятие настолько. Человек возвращался, и что он рассказывал дома в своей семье? Что рассказывал детям? Дети у них тоже были, на самом деле, митя поднять их, давать родителям заслугу ради этого, то, что они поднимаются в хак. Невероятные вещи. Посмотрим, один из вещей, которые были именно в храме, кроме этих всех гигантских вещей, десять чудес, которые мы все знаем. Посмотрим, какие же дополнительные были именно были в храме. Написано, то, что никогда не было такой вещь, то, что огонь, который был на алтаре, как мы знаем, этот огонь, он спускался из небес. Вы себе представьте, есть огонь, который был на алтаре, который сжигал именно все жертвоприношение, которое приносило, приносили. Этот огонь спускался с неба. И теперь было все-таки обязательство, чтобы мы с Куаним, как бы с нашей стороны, люди с нашей стороны, Куаним, они должны были делать огонь возле этого огня, чтобы они должны были лихотот, они должны делать огонь возле этого, но сжигался именно от этого, от сверху. Теперь, смотрите, что написано в геморреле. Никогда не было такого, то, что какой-то ветер, дождь, что бы ни было, что бы смог погасить этот огонь. И вот этот дым, который происходил из вот этого человеческого, который делали огонь, который Куаним они сами провестили возле этого огня, которое распустилось с неба. Никогда не было то, что этот дым и огонь, который был на алтаре, чтобы они коснулись. Я приходил, смотрел на эту вещь, мы видели это все, а за раз заходили, огонь прямо именно, связь прямо именно, как столб огня, который спускался с неба, Это видел именно все человечество, все люди, человек мог бы это все видеть. Это все абсолютно было видно, дорогие друзья. Теперь, разница в этом огне была, что в первый храм, дорогие друзья, этот огонь, оно спускался. И он сжигал еду, то, что было жертвоприношение, он сжигал там. Во время Тора Храма, говорятся наши мудрецы, говорят наши мудрецы здесь, то, что он спускался, но он уже не сжигал. Нужно было, чтобы люди делали от себя какую-то работу, чтобы они должны именно сжечь весь это все. И посмотрим, что написано насчет этого именно огня. Написано в Геморее, то, что были пять вещей, то, что было особенных вещей у этого огня, который спускался с неба. Огонь, который был там, говорится в Геморее, то, что он, говорит, прыгал так как по виду, так как лев. Тут раньше объясняет, он приводит по сути с Девриамим, то, что когда Шаломелих построил храм, спустился с неба огонь или там кахелет. Жизненный вещь, который оставался, было на алтаре, и он, как на образе льва, постоянно, говорит, как будто, говорит, прыгающий лев, видно было в этом, говорит, в огне. Это было первое, что именно вещей, которое было именно там. Кяры. Во время второго храма, там это уже было так как по виду не льва, а как у собаки. Это, говорит, уже была разница между первым и вторым храмом. Второе вещь, то, что было у бараки храма, он был явным, он был ясным, этот огонь, огненный столб, так как солнце, явным. Вейшба мамаш, он был настоящим. Вейшба мамаш, он был настоящим. И он сжигал, точно так же, так как сухих, точно так же, так как мокрых вещей. Вейна мамаш, и этот огонь, который спускался с неба, он не видавал никакого дыма. Не было такого. Маляша. Представляете, человек приходит и видит таких уникальных именно вещей. Присутствие Творца было именно там. Присутствие Творца было там. Даже если смотрит то, что была разница между первым и вторым храмом. То, что там было как лев, а там было, второе время, второй храм был, как собака. Там сжигал во время первого храма, там не сжигал. Но как бы ни было, даже во время второго храма был именно столб. Столб, он огненный столб, который был сверху. Это начало. Плюс к этому, плюс к этим десятью чудесам, которые мы уже только что сказали. Дополнительно к этому. Идет Алмуд и рассказывает нам, то, что какие чудеса были в храме. Говорится, то, что в храме, как мы знаем, есть чрезмерно много, как бы, заповедей, которые коним должны были знать. Насадер кочим. Один из законов, который был там, то, что мясо, которое было, мясо, которое кушали, да, и от этого мяса, которое было впитано в сосудах из глины, и оно оставалось 24 часа, у него была проблема, которая, это называется, проблема Иссур-Нотар, то, что корм, который, жертвопришение, которое остается на 24 часа, нельзя уже его, как бы, пользу, нельзя никак использовать его. И нельзя было использовать его, и нельзя было вообще его вытаскивать тоже, любой корма нельзя было вытаскивать тоже из храма, да, кроме корма Песаха, даже что-то другое, но это было особо, нет. Теперь, что происходило? То, что происходило, они брали, от этих мяс, которые было от Кодыш-Кодашим, Кодыш-Кодашим, это впитанный вкус, который был в сосудах, из глины, именно сосудах, и там вкус это оставался долго, они не могли вытаскивать тоже из вне, и они не могли тоже использовать эти сосуды вообще никак. Тебе, откошеровать уже глиняный сосуд невозможно, потому что Тора говорит, если глиняный сосуд стал некошерным, невозможно его уже откошеровать. Что ты должен делать? Должен поломать. Теперь, что было во время храма, Тараганда, представляете, постоянно они кушают этих сосудов, да, глиняные сосуды, и ты не можешь откошеровать, и из храма ты не можешь вытаскивать, так у них была бы целая гора из этих вещей, представляете, они годы, годы проходят. Второй храм был, 420 лет мы сказали, можно себе представить там, даже за год сколько у них будет, и за эти годы сколько это будет. Говорит Гамурат, дорогие друзья, И что они делали? Они ломали эти сосуды из глины, потому что мы изменили, что Торан обязательно нужно поломать его, ты не можешь откошеровать. В том же месте, где они ломали эти глины, сосуды, земля впитывала этих глины, сосудов. Может, приходит человек, поломался, они ломали, впитывает себе земля. Нам кажется, это какой-то там, но это была реальность, в которой люди жили в этом сверхъестественном месте. Сверхъестественным именно местом была эта храмовая гора, храм, храм, дорогие друзья. И не только это, добавляется тоже, море Венуца, там другие, другие еще другие вещи были, которые впитывались тоже именно в земле. Они пускали обрезанное место, и там земля просто впитывала их. Вот. Это не говорится, что вода или еще такое. Херес, это глина, глины, посудованы, впитывала именно земля в себе. Человек приходил, и какой хизук, и какое именно возвышение было у человека. Не только это. Рассказывает гемори дальше. Блехем Апаним. Этот хлеб, который приносил вас в храме, дорогие друзья, написано то, что точно так же, они, как они ставили теплыми, и оно целую неделю там хранилось, оно было там, в храме, да, в кодыше, точно так же, когда они выносили, то, что там, когда они хотели брать, и потом хуаним, они кушали этого, они были точно так же горячие, так как, по временам, когда они ставили позу, неделю спустя, неделю спустя, и гемори дальше, рассказывает нам то, что это вытаскивали, когда ли евреи поднимались на шоржи Галим, куда они вытаскивали, показывали, то, что смотрите, как хлеба на самом деле, они теплые, горячие, точно так же, как мы поставили неделю тому назад. И они ставили потом новый хлеб, теплый, опять, и следующий, опять то же самое чудо, опять, опять, то же самое чудо. Следующее чудо, которое там было, Арон, так написано в геморреи, то, что Мессор, у нас здесь передача наших предков, то, что Маком Арон, Эйну Минамидя, место Арона, где было, в Кодышку Дашим, где был ковчег, где там стояла, Шеврей Лухот, Лухот, и так далее, и так далее, это не было из места, он не занимал на самом деле себе места. Крувим, которые были тоже там, оно тоже не было из места, это значит, если подсчитаем, все, которое говорит, что нам нужно, чтобы была эта комната, было сколько, и сколько места занимает на самом деле тоже Арон, это, на физическом мерке, это не входит в месте, он не может быть там, просто, невозможно это все, и Крувим, и этот, это, говорю, не с этого места было, он был не пропорционал ни физическим меркам, ни с этого места. И дальнейшие чудеса, которые рассказывают там, кемара, то, что были во время, что в Амелехе было особенное дерево, которое он поставил в этом, в храме, и с этого много было, но, безусловно, на этом можем останавливаться, и перейдем на тот, час, который мы сейчас хотим затронуть, а именно разница, которая была между первым и вторым храмом. Мы уже частично уже это упомянули, но просто я это упомяну, дорогие друзья, чтобы мы поняли, о каком реальности на самом деле люди жили тогда. На сегодняшний день, сколько нам нужно, нужно и необходимость постоянно Хису получать, постоянно усиливаться, и постоянно нашим разумом так сильно именно работать, о вере, о служении Творца и так далее. И все эти чудеса, увидев человек, возвышение духовное настолько сильное. Представим себе, когда мы сегодняшний день идем к какому-то большому раввину, большому цадику. Увидев его, мы его думаем, отсюда выходим, и уже все, все, я стал цадиками, тоже так же буду. Я беру на себя цнюд, я беру себе шаббат, я буду тфили надевать, я буду это, я буду то, все. Увидев цадика для нас, это уже, вау, этот человек принимает определенное духовное влияние от этого праведника. Аллахат камави, кама настолько, настолько, когда речь идет о храме, дорогие друзья, когда присутствие Творца так наяву, как наяву, то, что, ты видишь, что этот мир, это не только эти ограничения, которые у нас есть, этих людей, как они служат именно в храме, какое возвышение, когда все евреи собираются вместе и служат вместе на Творца, человек приходит, а, берет человек больше на себя, я буду больше лучшим человеком, лучшая молитва, лучше усиливаться и так далее, и так далее. Это все было именно в храме. Но были, дорогие друзья, разница между первым и вторым храмом. И частично мы уже сказали, почему это было, потому что разные именно люди, которые строили, и у нас не было порочества, и духовный уровень, на самом деле, еврейского народа тоже не был на этом уровне, который был тогда. Но только мы зайдем в этих пять разных вещей, которые были во время второго храма и во время, что не было во время второго храма. Хочу вам рассказать Геморрун, который рассказывает о том, то, что Ишайяу Амелех. Ишайяу он скрыл во время первого храма несколько вещей, потому что он знал, что сейчас может быть он пойдет именно в Галют, они пойдут уже в Галют, у них было уже пророчества об этом. и уже перед разрушением храма они скрыли, он скрыл уже несколько вещей. Что было скрыто? Скрыли Мишенигназ Арон Нигназ Имот Синценет Арон во время первого храма уже заметил, будьте очень внимательны, то, что Арон обрит, получается, этот ковчег Союза, где было все, Игамошиавен, который он написал, первые скрыжали, вторые скрыжали и так далее, все эти крови и все, все то, что было, они были в конце, в конце первого храма, они уже были скрыты и не было уже даже в храме. И понятно, что до сегодняшнего дня они скрыты там и даже во время второго храма всех этих вещей у нас уже не было. Говорит Гамарам Ишенигназ Арон Игназ Имот Синценет То, что с того момента, когда были в том же месте, где было скрыто Ковчег Завета, в том же месте, тоже было скрыто тот чашка, тот именно чашка, где хранился ман, который Моширабейну он поставил специально, чтобы хранился именно в Кодышко Дашим. Как мы знаем, в этом банке он хранился и даже был один из исторических моментов, где порок вышел, зашел именно в Кодышко Дашим и вытащил вот этот Синценет Ман и показал еврейскому народу и напомнил им то, что смотрите, то, что оно до сегодняшнего дня он не испорченный. Несмотря на то, что во время, когда еврейский народ ходил 40 лет в пустыне, если бы человек оставил бы его на следующий день, все было бы абсолютно испорчено. Но было чудо, да, и это был хизук для еврейского народа, посмотрев то, что вот это великий именно вещь, что мы не вспоминали. Синценетама тоже в самом месте было скрыто от еврейского, от храма. Сулхид Шемен Амишха намазанное масло, масло намазания тоже было скрыто. Малкоши Ларон, палка Агрона, которая была там Шкадим, где были там уже фрукты и это, потому что мы знаем вся эта история после Кораха, Вегош, Жагру, и кроме этого тоже был коробка, где были всякие подарки от филистимлян, которые они поставили и на Творцу. Получается, во время уже в конце второго храма, первого храма уже были эти большие вещи уже были скрыты и они были уже сохранены и не было уже это в конце второго храма и, конечно же, во время первого храма тоже, в то время второго храма тоже. Этих вещей у нас не было. Кроме этих вещей, Гемара говорит нам то, что были пять вещей, которые были разницей между первым и вторым храмом. Разница была в следующем. Говорит нам Гемара, вот эти пять вещей, которые были разницей между первым и вторым храмом. Венуэйн, Арон, Капорет и Крувим. Это мы уже сказали. Арон не было Капорет и Крувим, эти ангелы и Капорет. Всех этих вещей у нас не было во время второго храма. И как мы уже сказали, уже Ешая, как уже Гемара говорит, кто это скрыл, говорит Гемара, Уми Ганзо, Ешаяу Ганзо. Ешая говорит, Ешаяу, он говорит, что он скрыл все этих вещей. Теперь, Эш, огонь, не было уже во время второго храма. Как мы уже сказали, частично говорит, огонь был, но он не сжигал. Шхина не была во время второго храма. Присутствие творца уже не было там, на таком уровне, как было во время первого храма. Руаха Кодеш, пророческие видения не было во время второго храма. Ве Урим Ветумим. И Урим Тумим тоже не были во время второго храма. Что такое Урим Ветумим? Урим Ветумим, как мы знаем, дорогие друзья, это один из пять обязательных одежд, которая была у Канька Доля. Это было Урим Ветумим, который он должен был носить на себя, на свою на свою грудь, извне, где были двенадцать разных камней, выграбленные, двенадцать имен, двенадцать колен, и, кроме этого, были тоже один пасут, который был там написан, имен наших прородцов. И, когда человек приходил во время первого храма, и там внутри, оно было таким образом делано, оно было, как бы, раскрывался, и из одной стороны он был, эти камни были, и так далее, и с другой стороны тоже было железо. И внутри, между этими двумя железами, там была, там, там, там ставили Шамаме Фураж, имя Творца, Шамаме Фураж, особенно имя Творца, который, когда приходил человек и хотел задавать какой-то вопрос койн Годолю, то этот Урим, Урим, Ветумы, они светели, светели эти буквы, и человек, который видел, койн Годолю видел этот, как он светел, у него пророческим образом он мог понять, в чем ответ этому человеку. Представляем себе, человек, если какой-то вещь нуждается, нужда в чем-то в этом, идет прямым образом койн Годолю, и обращается и отдается сразу же, сразу же, прямым образом от Творца, прямой канал Творцу. Прямо себе представить, Творец, он сразу же через Урим, Ветумы, может сказать тот месседж, который сейчас необходим для этого человека. Во время Торва Храма этого же не было. Это не было в плане то, что это было у койн Годоля, но они не использовали для того, чтобы Урим, Ветумы, отвечал. Так говорится в Тосфете. То, что он не отвечал, он не отвечал, потому что есть необходимо, чтобы Урим, Ветумы, они, да, были один из необходимых одежд, которые должны быть у койн Годоли, это один из вещей, это в Урим, Ветумы. Но свететь или этот, они уже, говорю, не использовали. Они уже, говорю, не использовали. Огонь уже что-то другое, шхина это что-то другое. Уже, говорю, сердце вышло. Теперь, написано, то, что с того момента, когда, и это на самом деле начало уже там уроку, который мы с Божьей Памышей хотим делать в следующей неделе, то, что с того момента, как скончались с того момента, как скончались последние пророки, это на тоже самое в Масихе Тьомаде, в Тетамут Бет, в Мишмету новым охранным, Хагай, Захария и Малахи, эти три последних пророков, которые скончались от еврейского народа, которые были Хагай, Захария и Малахи, с этого момента, ушло руах Акодеш от еврейского народа, но все-таки они использовали но все-таки они использовали так называемый голос небес, а именно Баткор, мы часто видим во время Талмуда тоже было разрушение храма и так далее, использовалось то, что вышел Баткор, вышел Баткор, да, голос, с небес, говорит, вышел, были мудрецы, там, часто было Махрога, Бичама, Бейтилеля, там, Рубелезер, мы видим то, что вышел Баткор и сказал, говорит, такую вещь, вышел Баткор, который вышел, говорит, вот эта вещь, засобан именно голос из небес, который использовали как прелюдия этих вещей, но с того момента, когда скончались последние пророки, говорят наши мудрецы, во время второго храма, весь руах Акодеш, значит, этот прямой связь с Творцом, что, что такое Невуа, что такое пророчество, что человеку дается от Творца знание о будущем, Творец хочет определенный месседж, определенную вещь, он дает через пророка то, что будет, что должно быть, есть вещи, которые необходимо менять в еврейском народе, то, что то отношение, которое необходимо, что нужно поменять, ведет ли еврейский народ хорошо, плохо, или хорошо, или плохо, и так далее, всех этих вещей, это пророк, дорогие друзья, я смотрю на то, что, кроме этого, извините, сам пророка, как говорится, что, увидев его, это уже человек принимает невероятно большое влияние именно от него, кроме всех этих вещей, мы знаем, увеличиваем на пророка то, что было. Теперь, то же необходимо для нас, это именно Талмуд, и это начало того урока, который мы хотим в следующей неделе делать, и это уже связано с Ханукой, это связано с Александром Магедонским, это связано со всем вещей, которые мы начинаем. Теперь, тем моментом, когда ушли эти три пророка, этим моментом тоже ушло в руах, хакодыш с этого мира. Теперь, есть разные мнения в наших мудрецах, когда это время было? Когда это время было? Когда ушли на самом деле эти три великих мудрецы, три муриных пророка, и с этого момента ушел в руах, хакодыш с этого мира? Равнисим Гаум говорит то, что это время, когда они, эти великие именно пророки, они ушли с этого мира, это то время, тогда, когда с этого мира претевошло именно пророчество, это то время, тогда, когда начался королевство Александр Македонского. Заметим, с моментом, тогда, когда уходит с этого мира сила пророчества, поднимается в этом мире, в Греции, королевство Александр Македонского, и как мы знаем, кто являлся учителем Александра Македонского, это был нам всем известный Аристотелис или Аристо, где до сегодняшнего дня все наукой и так далее, много вещей, как бы, основано на него, и это было все одновременно, одновременно это ушло, и они стали имена быть большими. И это был сороковой год, дорогие друзья, после того, как было построено второй храм. Получается, сорок лет спустя, после того года построено второй храм, уходит эти три пророка и одновременно Александр Македонский приходит тоже к своей власти. Этих вещей, конечно же, это не просто так не бывает, просто так вообще в Еврисе ничего не бывает, и в этом мире ничего так не бывает, но у этих вещей попадая есть то, что очень большой именно связь вместе. Но один вещь, о котором мы уже можем сказать до того, как мы зайдем в принады в службе помощи на следующей неделе об этой истории Александра Македонского и так далее, уже начало всех этого изгнаний, то, что мир, который выглядел во время, когда было пророчество, мир, после того, как ушло с этого мира пророчество, это две абсолютно разные виды мира. Что это значит? Стол это был столом, то же самое Раша, тоже 3000 лет тому назад, то же самое, как 4000 лет тому назад, то же самое, как сегодня было 100 лет тому назад. Но этот стол, что человеческий глаз видел в него? Это был всего лишь материальный стол? или был ли в него какой-то духовность? Это была большиня разница до и после того, как ушел пророчество с этого мира. Мир сам по себе кричал о духовности, о духовности, то, что в этом мире есть что-то сверхъестественное. Это не может быть, это не просто материя простая. В этом материи человеческий глаз видел что-то намного больше. Из-за этого заметим, это тоже урок, который связан с безразличным на следующей неделе, мы с этого момента тоже не находим то, что у евреев есть какая-то проблема с авудозорой и далпоконством. Человек, значит, раньше, когда видел, во время, когда было пророчество, был тоже одновременно и большая сила к страсти о авудозоре, то это авудозора это был один из вариантов, которые человек мог соединить этот духовный реалит, который он видел своими глазами, с этим идолпоконством. То, что есть идол, да, это есть, это сила, откуда на самом деле это все приходит. Что мир есть, сверхъестественное, но никто не говорит, что нету ничего абсолютно, курный всего, ничего абсолютно не существует. Да? Нету сверхъестественного, потому что мир выглядел этим. Из-за этого мы видим настолько много вещей постоянно, и далполкованство, и далполкованство, мы не понимаем, сегодняшний день, о каких далполкованствах идет речь, что они были настолько сильно тянулись об этом, настолько у них была большая тяжко, потому что эта тяжко была связана тоже с силой пророчества, как мы завтра шам в следующей неделе и посмотрим это все, как это связано. То, что вместе того, то, что было одновременно с тем, что у нас была сила пророчества, одновременно с этим был невероятно большой церара, который был связан с идолполкованством. Был этот, был гигантский потенциал, был данный человеку, человечеству, еврейскому народу, одновременно есть тоже большая церара, который идет именно против всего этого. Но оба вещи это показывает, что есть какая-то духовность в этом мире, которая выглядела абсолютно мир, что-то, что-то не так. Но произошло невероятно большую вещь во время второго храма, пленитры, это мы с вашей помощью посмотрим в следующей неделе, который полностью поменял весь абсурдный реальность. Время второго храма, после истории, которую наши мудрецы делали тогда, это связано тоже с ошибками с Тагдула, это связано с Эзра-Софер и так далее. Весь реальность абсолютно поменялся. Нет у нас сегодняшний день пророчества и нету тоже и оплаконства. И в этот момент, дорогие друзья, одновременно с этим мы замечаем то, что приходит в этом мире Аристотель и приводит свою философию в этом мире. Аристотель. До этого мы не видим таких вещей, то, что человек, который отрицал Творца, который говорил то, что нету, все то, что я вижу, это то, что существует, все то, что я не вижу и не существует. У философа, у которого не было передачи о истинности Творца, о раскрытии Творца на горе Синай, были в Греции и так далее, они философствовали, начали этих вещей на самом деле влиять на весь мир и так далее, который служил в конце концов тому, что Александр Магедонский, его ученик, ходили и распространял на самом деле всю эту философию. И, конечно же, большие знания и так далее, которые геометрия, математика и так далее, все то, что он делал. Всех этих вещей есть объяснение к тому, что одновременно с тем, что ушло на самом деле прочество с этого мира и мир стал более материальным, все то, мы уже не видим этих духовных вещей. Сегодня же здесь смотрят стол только. Это же Аристотелес тоже смотрел, это был всего лишь стол. И начался этот новый, скажем так, сила в этом мире, который большой соблазн для сегодняшнего дня для многих людей, для этого соблазн в плане не как и царарасами, как аудазар, или к женщинам и так далее. Но это вещь, которая очень сильно затягивает человечество. И большое испытание, особенно для еврейского народа, особенно для еврейского народа, но когда мы знаем корень всех этих вещей, может быть, с Божьей помощью вещей намного по-другому на самом деле станет. Дай Бог, чтобы был построен уже в наше время уже третий храм, дай Бог, и что мы достойлись с Божьей помощью приходом Машеха и чтобы мы поняли действительности всегда необходимо эти вещи на самом деле для себя повторять. Но всегда чтобы мы поняли на самом деле откуда корни виду берут себе, откуда на самом деле всех этих вещей на самом деле приходят. Мы с Божьей помощью можем еще посмотрим, что наши мудрецы говорят Аристотели. Как на самом деле мы думаем, что это было? Кто это был вообще? Это был величайшийся человек, который Рамба пишет о нем. Он был чуть-чуть до уровня пророчества. Прежде всего представить, ум этого человека это лауман. Чуть-чуть один уровень до пророчества. Это не был простой человек. Но с Божьей помощью посмотрим более тщательно, что там произошло, как это пророчество ушло, и как это связано с Александром Магадонским. И начало всех этих вещей, как Александр Магадонский приходит в Израиль и перестория с Шимонат Садыгом и остальные многие интересные вещи с Божьей помощью. Магадонский Божьей. Продолжение следует...